Гуманное общество Кэтшелтер Лимбург находится в Бельгии и занимается спасением бездомных кошек. На прошлой неделе к ним позвонил мужчина и сказал, что нашел маленького черного котенка и хочет, чтобы волонтеры забрали его к себе. За котенком выехала волонтер Мартина Воз. Эту удивительную миссию она еще не скоро забудет. Она прибыла по адресу в частный дом, взяла детеныша, тоже думая, что это котенок, а потом узнала, в каком месте его нашли. Поиски в том месте мамы детеныша или других котят не дали никаких результатов, поэтому малыш был признан сиротой. Концерт памяти Михаила Горшенева в Белграде, 15 марта. Исполнитель, брат Михаила Алексей Горшенев. В программе хиты группы Король и Шут. Когда Мартина собралась вести котенка в приют, она впервые заподозрила что-то неладное. Когда я взяла его на руки, мне показалось, что он слишком крупный для котенка. Потом я присмотрелась к его мордочке и она тоже мне показалась совсем не кошачьей. Мартина повезла малыша к ветеринару, также рассчитывая узнать от него, какому животному принадлежит этот детеныш. Но ветеринар тоже не смог дать ей ответа. Казалось, что он был в замешательстве. Единственный ответ, который он мне дал, это что детеныш женского пола, рассказывает Мартина Восс. Потом Мартина, догадалась обратиться за консультацией в Центр Дикой Природы, и там наконец тайно разрешилось. Они опознали в малыше детеныша лисы. Выяснилось, что совсем маленькие лисята, часто имеют шерсть темного цвета, и уши у них совсем маленькие, что может немного напомнить внешность котенка. Открытие заставило Мартину поволноваться. Во-первых, я также заинтересована в сохранении местных диких животных. Во-вторых, моя фамилия Восс, переводится как лиса с голландского языка. А еще у меня всю жизнь была мечта встретить лисицу, а теперь я держу маленькую лису на руках, и ее спасли от смерти. Это как сон наяву. Маленького лисенка, передали в британский приют для диких животных, и там он пробудет до тех пор, пока не вырастет и не станет самостоятельным. Потом его выпустят в дикую природу. В качестве волонтера Общества защиты животных, я обязуюсь помогать находящимся в опасности зверям, особенно таким маленьким и беззащитным, как котята. Даже если этот зверек оказался не котенком, это все равно заставило меня чувствовать себя хорошо, ведь теперь у этого малыша есть шанс на жизнь. Когда-то эта лисичка, снова окажется в своей естественной среде обитания, и у нее будет много маленьких лисят, говорит Мартина Восс. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!